Междунациональная семья. Это как-то проявлялось смешение культур? То есть папа говорит на одном языке, мама на другом? Как это происходило? Вообще, я не помню, что я какой-то язык учил отдельно, или какой-то язык я лучше знал. На двух языках разговаривал, как себя помню. Естественно, такого не было. На этом не разговаривай, на этом разговаривай. У меня мать аварка, и она быстро довольно-таки научилась разговаривать на кумыгском, поэтому мне, наверное, было легко обеим языком учиться. Аварским языком вы владеете, получается? Да, аварским владею и кумыгским владею. А супруга, кто у вас по национальности? То же самое, получилось так, что отец кумыг, мать аварка. А, то есть она тоже из смешанной семьи? Да-да. А дети ваши на каких языках говорят? К сожалению, в данный момент только на русском разговаривают, но будем стараться, чтобы они разговаривали тоже на двух языках, на аварском и на кумыгском. Вы со говорите на английском? Да. А сейчас он забылся или вы еще владеете? Нет, я думаю, он уже и не забудется, только выучаю, потому что я разговариваю там с менеджером, постоянно на связи, или даже там бывает надо такое интервью кто-нибудь иностранный там. Вы можете спокойно какие-то разговоры на английском вести. Это произошло, овладение английским языком произошло в процессе практики, то есть в то время, пока вы жили там, вы общались и таким образом узнавали? Я вообще, когда первый раз полетел в Америку, я не разговаривал на английском. И в школе мне очень плохо выдавалось это все. Я практически не знал английский язык. Спустя несколько там, некоторое время, несколько месяцев я понял, что мне очень тяжело понимать этих людей. И я понял, что мне надо учить теперь его. И у меня нету там такой грамматики, у меня нету ни начала, ни конца. Даже я когда там года два назад, год назад, когда взял препода онлайн себе улучшать свой английский, ему со мной очень тяжело было, потому что он мне говорит, с такими студентами я еще не работал, потому что у тебя нету ни начала, ни конца, ты просто ворвался и начал разговаривать на английском языке. Это все произошло, потому что я все время спрашивал, это как будет на английском, это как будет у всех абсолютно. Я заходил там в ресторан, звал официантов и спрашивал там вилку, там все там, салфетку, это как будет. Потом говорил, например, принеси мне то, принеси мне это. И так старался учить язык. И переделывать уже было сложно, да? Да, вообще нет. Это просто нереально, я говорю, давай лучше этот будем разговаривать больше на английском языке и будешь поправлять меня. Вот вы сказали о школе, школу вы где оканчивали? В селении, в своем родном Гоксуатаре, в Хасавердском районе. И как только окончили, вы переезжаете в Махачкалу, поступаете в институт? Я 9 классов окончил у нас в селе, потом в поселке Суак из Вердского района. Я уже окончил 10-11 класс в 5-й школе. И тогда я уже переехал в Махачкалу. Ну, я устроился в колледж осторожный. Сами поступили. Как вы адаптировались в Махачкалу? Тяжело было очень. Потому что я себе представлял, что я буду всегда в селе жить, у меня будет хозяйство, все, там коровы, барашки, все. Такое понимание было в начале. Потом брат объяснил, что надо поехать в город, надо посмотреть, что, как вообще люди живут, надо начать учиться. И это не самая лучшая жизнь в селе. И надо развиваться. Да. Я потом родителям сказал, попросил, чтобы меня устроили учиться. Но до последнего я был против. Не хотелось. Не хотелось. То есть брат старший, правильно? Да. А он где живет? У меня три старших брата. Они остались там же, в поселке? Они нет. Один сейчас на севере, в Пурингое там работает, другой в Хасаверте, а третий там с родителями. А вы вот в связи с тем, что занялись спортом, вы успели окончить колледж или вы оставили учебу? Я окончил колледж. Я еще не был в спорте, когда начинал учиться. И параллельно как бы с учебой я начал тренироваться. Но тогда еще не было такой определенности, вот я хочу тренироваться. Там спустя полгода-год, как я начал заниматься спортом, я понял, что это мое, и что какой-то результат уже в начале был. И меня это сильно зацепило. Желание, конечно, больше было тренироваться, чем учиться. И я вот больше уже времени проводил в зале. То есть, получается, вы нащупали, что вот здесь это ваша дорога, ваш путь, вы хотите этим дальше замениться. А у меня такой вопрос. Есть в каждом деле, да, которое вы любите, есть риск потерять это. Вы думали о том, что будет, если вы лишитесь вот этой деятельности, которую вы очень любите, я так понимаю? Нет, я... У меня не было мысли в голове, что же будет дальше. Я просто тренировался, я полюбил этот спорт. Я понял, что я хочу этим заниматься. И посещал зал, тренировался. Утром обязательно зарядка. Если я там пришел в зал, света нет, воды нет, я садился на маршрутку, ехал в другой зал, тренировался там. Для меня это как бы святое было. И, естественно, я не думал там, вот, что я буду делать, как я буду кормить себя, как я буду зарабатывать. Это все вам было вот 17 лет, получается? В начале, да. Как только начинал, было 17 лет. Кто вот был рядом, кто помогал вам? Вот в становлении, именно в процессе становления, вы же только-только начинали все это, да? Да, я только начинал. Сначала мой старший брат работал здесь, и он меня поддерживал, помогал. Я жил некоторое время с ним. Другой брат, до того, как я даже сюда приехал, он дома меня заставлял тренироваться, там турник, брусь, бег, это все там, вроде на дереве груша висела. В общем, я так любил, но зал не видел тогда. И, естественно, брат поддерживал. Потом брат тоже переехал, перевелся на работу в другой город, вообще в Россию, далеко уехал. И я остался там, со мной рядом были Шамиль Зауров, со мной рядом был Исы, Демир Агаев, Шах, Шах Рудимутыев. Вот эти ребята меня очень сильно поддерживали, помогали мне в протяжении всей моей карьеры спортивной. И, естественно, тренер. Тренер – это самый главный человек в спорте. Это Абдуман Апнур Магомедов. Ваш первый тренер? Да, это мой первый тренер. Я долгое время у него тренировался, результаты хорошие были. Не только в спорте он мне помогал, и в жизни тоже. Касаемо даже есть учебы, где-то надо поддержать, помочь. А можете рассказать об этом периоде жизни, когда вас тренировал ваш первый тренер? Да, конечно. Мы ходили в зал школы Махачева, там тренировались. Много вообще спортсменов было, с кого я там брал пример. Тот же Шамиль Зауров. И мы проводили очень много сборов. В году 5-6 сборов обязательно бывало. Я постоянно попадал на эти сборы, потому что Абдуман Апнур меня постоянно звал туда, забирал. То есть он каким-то образом продвигал вас, помогал дальше продвигаться и развиваться, правильно? Да, да. Я думаю, этот человек делал акцент на тех людей, у кого есть желание тренироваться. Это и то желание, которое он видел в спортсмене, или это и тот искр какой-то, талант какой-то, который он видел? Нет, он не смотрел на то, что этот человек талантливый или нет. Например, если мы приведем пример Тагир Уламбеков, есть такой спортсмен, боец, он чемпион GFC, он чемпионом Fight Nights тоже был вроде. Когда он первый раз пришел в зал, видно было, что этот человек хочет тренироваться, он любит спорт, но он выглядел очень, не как спортсмен вообще. Он был совсем худой, я никогда не думал, что из него получится спортсмен. И просто этот человек проявлял желание, что хочет тренироваться. И тренер ему уделял время. И вот спустя столько лет получился такой воспитанник, такой боец. Успешный. Да, конечно, потому что не талант. Вот это талант, да? Это не талант, это труд. Это труд, да. Даже если человек талантливый, талант это со временем, человек, когда перестает трудиться, талантливым людям тяжело бывает в спорте добиться чего-то, потому что тот трудяга, который много лет пашет, занимается, соблюдает там режим, все, его труд оправдывает его. Чем просто пришел человек с какими-то исходными данными, невероятными, да? Сто процентов. Они талантливые люди, успешные до того, пока они развивают себя. Но когда они перестают это делать, их вводит в другое русло, примерно, потому что им все и так легко удается, не такое желание там пахать. Ну, естественно, трудяга по-любому свое покажет. Это я уверен сто процентов. Скажите, вот о концентрации внимания хочу вам задать такой вопрос. Как это, какую роль играет в вашем спорте это? И удается ли вам совладать с этим, с полным подключением всех своих сил, внимания, мыслей к тому моменту, который важен для вас? Конечно, если я, например, выбрал спорт, и я, к примеру, когда начинал, я все свое внимание отдавал только спорту. Я, например, отказывался от тех там гулянок, там, ребята звали куда-то там вечером посидеть, и я говорю, мне надо утром быть на море, я не могу там куда-то поехать, там, к примеру, отдохнуть там, да? Нет, я не могу, я отказываюсь, никакие игры, ничего. Сон, тренировки. Да, я в этот период работал, я работал охранник, кинотеатр, потому что я уже чувствовал, Надо было на что-то жить, да? Конечно, я чувствовал, что я уже взрослый, мне нужно как-то подрабатывать, и абсолютно мне не мешало это, потому что я мог утром пойти на море, побегать, все, зарядку, все сделать, тренировку, потом прийти там, искупаться, все, переодеться и пойти на работу. И до вечера там, а потом вечером я иду в зал, тренируюсь, хожу, отдыхаю, все. Сколько лет вы провели вот в таком напряженном графике? Я скажу, что около пяти лет я провел так, даже, да, пять лет, четыре или пять, вот примерно так. Я в нескольких разных заведениях работал, потому что, сами знаете, приходится. Это все было в Дагестане, да? Да. Вот сейчас у вас нет напряженности, да, графика, что поменялось сейчас и что было тогда? Тогда все по-другому было. Тогда не такой развитый вид спорта был и не такой высокооплачиваемый, и не такого внимания было к спортсменам, именно бойцам, смешанного единоборства там. Мы продолжили свой путь, такой тяжелый период, и, естественно, мы добились успеха, этот спорт начал развиваться, он стал популярен очень, очень сильно, и нам платят хорошо. У нас там определенные свои контракты, которые там спонсоры, которые оплачивают, какие-то там спортивные вещи, там рекламируешь фирмы, свои деньги какие-то инвестируешь, делаешь какие-то вклады, там не так просто там все покупаешь, там на воздух деньги отпускаешь. А с умом их тратить надо тоже. А скажите, вот мне интересен тот период, когда ваш менеджер позвонил в UFC. Вы волновались в это время? Переживали о том, что, а что если не получится? Нет, у меня не было такого. У меня просто было желание очень сильное драться, выступать в этом виде спорта, в этой организации, проявить себя. Поэтому у меня не было никаких сомнений. Я, конечно, обрадовался очень сильно, когда мне дали контракт. Также Ильяна приступили к дальнейшим тренировкам? Да, конечно. А вот расскажите о том периоде, когда вы жили в США. Какие у вас сохранились воспоминания и как вы себя ощущали там? Вначале чуть-чуть немного тяжело было. Потом уже спустя время я подружился там со спортсменами. Они все кто-то где-то поддержать, помочь. Они отзывчивые люди были. Там тоже были с разных штатов, с разных стран ребята. Но русскоговорящих очень мало было, практически никого не было. Поэтому даже не зная языка, они мне помогали, дружили со мной. Никаких проблем не было. Хорошие воспоминания, конечно, есть. Например, тот же тренер Грег Джексон, он когда я им сказал, в начале я полтора года в Америке тренировался, у меня не было абсолютно никаких контрактов, боев. И я подошел к тренеру, говорю, я говорю, я у вас здесь тренируюсь уже полтора года, но мне человек обещает, первый мой менеджер, говорит, у тебя будет бой через два месяца. Но проходит два месяца и тут что-то происходит. Он говорит, нет, у тебя будет через еще месяц, через два, опять. И я никак не выступаю. Естественно, меня отсюда люди поддерживали, когда я там находился, оплачивали это все, проживание, питание. Тренеру подхожу, говорю, мне неудобно больше находиться здесь. Мне говорит человек, что я выступлю, а я передаю это людям, своим близким, и получается, он меня подставляет, а я там себя перед ними подставляю, поэтому неудобно, я, может, домой уеду? Он мне говорит, нет, ты не уедешь домой, я тебе все сделаю. Он говорит, ты у меня дома будешь жить, я тебе там бои, найду хорошего менеджера, ты будешь выступать, тренироваться у меня. Я не хочу, чтобы ты уехал, да. Естественно, это запомнилось, и это навсегда, конечно. И потом он мне помог, он мне познакомился с Али Абдулазизом, с менеджером, который мне сразу в течение полгода сделал несколько боев и предложил контракт с UFC. И появился новый виток в вашей карьере? Да. Успешный виток. Скажите, вот такой популярный треш-токинг, вы его не применяете. Почему? Расскажите о ваших принципах, с чем это связано. Не знаю, может, я так воспитан, у меня отец очень строгий человек, и меня воспитали, мне дали знать, что можно, что нельзя в этой жизни. И поэтому, я думаю, треш-токинг это такая рискованная вещь, где можно потерять, мужчина может потерять свою честь ради этих денег. Ты хочешь, да, быть популярным, громкие слова говорить, а потом, когда проходит время, и перед миллионами человек ты это не выполняешь, естественно, твоя честь теряется быстро. То есть, вы дорожите своим словом, то есть, то, что вы сказали, для вас важно? Конечно, сто процентов для меня это важно. Это принцип моей жизни, тоже один из принципов, которые я должен придерживаться тому, что я сказал, и поэтому я громкими словами не бросаюсь, потому что я не знаю, что будет там через час, Всевышний, что мне уготовил, приготовил, и поэтому говорить я там разнесу, сломаю лицо, там, я там это сделаю, то сделаю, и потом выйти туда, и потом будут смеяться надо мной. Зачем это все? Лучше же быть чуть скромнее и молча свое дело делать. Да, это все тебе чуть денег, популярности даст, но что с этого? Вот каждое интервью, которое я прослушала и комментируется тем, что Рустам Хабилов очень скромный, и очень многие именно такие комментарии оставляют. Вы производите впечатление на очень многих людей, именно такое впечатление, невысокомерность, скромность, с чем это связано? Почему люди говорят вот о вас, как о скромном человеке? И такое большое количество людей говорит. Я не знаю, я стараюсь быть самим собой всегда, даже если я там был бы там суперзвездой, я, наверное, остался самим собой, всегда это очень важно. И вы знаете, некоторые люди говорят, вот неважно там мнение людей, но это неправильно с одной стороны. Мнение людей очень важно, потому что, опять же, тут смотрят дети, это подрастающее поколение, это будущее наше. И какой я пример буду им преподавать, такие они, например, будут. некоторые, например, дети думают, если я там позволю себе лишние вещи, которые мы не можем это позволять, мужчины, они подумают, это нормально. Например, к примеру, если я какие-то прически буду делать себе модные, там, если я там буду там одеваться как-то, да, как не подобает нормально мужчине, они будут думать, что это нормально, вот такой боец сделал это, это значит нормально, это можно. поэтому мнение окружающих очень даже важно и я стараюсь быть самим собой они там не стараюсь там притворяться кем-то не знаю какой есть такой есть не знаю не могу сказать что я скромный человек это не не образ не специально вами как-то культивируется вашем образе вы такой и есть получается наверное да я надеюсь что я такой езда если ваша супруга переживать за свое время боев думаю каждая женщина должна переживать до каждой жена а дети что говорят эти еще маленькие они этот они могут сказать тебя побили и посмеяться да они они только да не смотрят я не думаю что они так много понимают в этом я там борцовский матч когда сам смотрел где там хабилова почему хабилова там нету мой этот сын говорит ему три годика я грунгару сейчас дома горы потом он тоже будет увидишь еще говорю они хотят в спорте я думаю да и говорят уже об этом но они например когда я на тренировке иду старший сын подбегает когда ты меня зал заберешь и огур ты там будешь бог сделать примеру спарринги сделать когда буду я хорошо это заинтересованность да а вы бы хотели вы бы отдали ядам спорт да они должны быть физически готовы они должны за себя уметь постоять несмотря на то что вы пять лет не расслаблялись только этим жили вы готовы я я не собираюсь из них делать там супер спортсменам ну просто они будут пусть в форме всегда и занимаются своими делами хотят учебу учеба если нет там спорт пожалуйста вы увлеклись верховой ездой вы берете с собой детишек на я да я недавно начал увлекаться этими я вот карача черкесии когда был в гостях у ребят рамазан не подарил коня то очень хороший парень товарищ мой друг мой он живет там карача черкесии потом другие тот же день после этого все вечера уже мы там сидели с другими ребятами они потом тоже хотели мне коня подарить и получилось там вас уже 2 лошади 2 лошади получается на который нужно ухаживать за которым нужно ухаживать это оказывается такое занятие это настоящее мужское занятие которые сидя верхом на лошади ты себя чувствуешь мужчина это ты чувствуешь что это сильное животное ты им управляешь это интересное занятие не только там на нем верхом ездить за ним надо ухаживать кормить все там это ваши питомцы да конечно ним относитесь очень хорошо отношусь они даже я вот уже там недели две постоянно хожу к лошади он уже даже привык ко мне я чувствую это относится ко мне по-другому может там подойти там начинает чесаться об тебя это вообще интересно и наоборот настроение поднимается когда видишь все такое ну один раз забрал своих детей старший не захотелся младший сел на коня его там покатали все он не хотел слезать теперь мне каждый день когда мы пойдем еще раз короче кататься на конях если вот ваша спортивная карьера да прервется вы думали о том чтобы лошадьми заниматься как чем-то какой-то серьезно деятельность то есть всерьез заняться может быть разведение может быть каким-то еще видом ну небольшое хозяйство естественно у меня будет все таки мечту хозяйства да конечно это не только для себя это для детей я хочу чтобы они это все видели чтобы они это через это прошли тоже потому что это такое бесценный опыт жизни хозяйства любовь к животным и посмотрим может быть я не знаю я не могу сказать что я этим серьезно займусь чтобы зарабатывать люблю лошадей нравится это все пока что там я вот думали о том чтобы переехать из дагестана это другой город или в другую страну или только другой город страну то пока не думал может москву я не знаю москва город большой возможности много москве может быть я точно не знаю но опять же я пока жил в америке мне например там все было мне не хватало там друзей близких этого там ты не найдешь то есть в основном самые близкие люди они здесь и вы хотели бы быть в той стране где они живут это и друзья и родственники и друзья и родственники естественно да я вот мои родители живут там же в селе я здесь махачкале живу и я неделю раз каждый выходные я туда езжу обязательно посещаю родителей я скучаю по ним когда я здесь нахожусь и какой-то моральный отдых у меня все равно получается там когда я нахожусь рядом с ними спокойствие бывает можете назвать каких-то людей которые для вас являются авторитетом которые вам встречались жизнь и которые сейчас присутствуют в вашей жизни может быть они были вашей жизни но в данный момент не так близки вы авторитетами не знаю наверно только отец мать на на такие которые могут сказать и поругать и кого я прислушиваюсь это они так другого такого я не знаю не помню говорят каждой жизни каждого мужчины за ним стоит женщина потому что женщина она в принципе своей энергии это это очень важно для того чтобы как-то продвигалась развивалась жизнь мужчины женщина она подпитывает она заряжает да кто в вашей жизни эти женщины или женщина на моя мать 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 самая главная женщина в моей жизни это мать пока у меня самого дети не появились я не полноценно понимал ту любовь которую могут дать родители детям теперь я понимаю как мать да конечно за нас и переживает и воспитала нас растила нас нас было пятеро в семье детей и моей матери было очень нелегко и все занимаются такой кожи активной деятельностью как вы то есть за всех приходится переживать за всех конечно они будут себя за всех переживать скажите есть какие-то ошибки в вашей жизни которые если бы можно было бы бы не совершали наверное я не знаю я если бы оттянули бы это время назад и я бы наверно больше акцента дал бы на учебу я бы не скажу я бы не сказал что спорт это там ошибка какая-то но то чтобы я например хотел бы исправить это наверное я бы хотел бы начать заново учебу школу все и я бы наверно полностью отдался бы учебе но у вас еще все впереди вы молодой человек и и у меня такой вопрос вот очень часто я слышу ваше интервью вот ветеран спорта ветеран спорта для человека которому 30 с небольшим это не такой большой возраст каково слышать слова ветеран ветеран это что-то вот уже велика возрастное но в нашем спорте можно еще я могу еще выступать там лет пять если здоровье будет позволять впереди еще идут годы которые я отдам если все нормально будет спорту поэтому сейчас начинает уже идти поколение молодое подрастающие очень яркие спортсмены поэтому возрастные спортсмены один из них это я поэтому горят ветеран этого спорта а как вам ощущать себя нормально я на прот чувствую что это что я отработал уже что большой путь пройден до когда спрашивала о в упущенном времени я почему-то думала что вы ответите вот вы начали заниматься в 16-17 же по-моему раньше до начинается заниматься вообще до с детства начинаю вот я думаю что вы именно вот об этом времени скажите есть у вас какое-то сожаление о том что еще раньше не начали заниматься вы знаете нету такого сожаления наоборот наверное хорошо что чуть позже даже начал потому что находясь в этом спорте я отдал очень много своего здоровья я по два раза каждое колено свое оперировал я плечо свое оперировал я спину свою оперировал у меня локоть начинает болеть у меня правое плечо начинает потихонечку болеть но это же свое здоровье я например своим детям такое не пожелал бы мы там сбрасываем по 15-20 килограммов веса за какой период зам за месяц там остается там две-три недели мы начинаем соблюдать диету все поэтому это организм получает нереальные стрессы и мне кажется лучше будет если поколение будет больше развита там науки или же образование то есть люди они видят вот сильных бойцов которые вот в бою схватываются да они видят вот это вот в принципе здоровье которое передается через экран да и они видят то за что стоит за этим это многочисленные травмы и это цена за то чтобы быть в таком спорте но и цена за то чтобы постоянную деятельность в этом в этом спорте спорта развивать да люди это всего не видят поэтому быстро это делает выводы осуждают тех кто проигрывает раньше он такой был теперь все он уже приехал они же не знают как эта подготовка прошла через что прошел спортсмен какие там травмы были все есть какие-то цели планы на то что вот когда вы свою такую основную активную деятельность может быть будете завершать что вы займете как-то вплотную с дороги да конечно я буду заниматься как спортом со спортом я закончу у меня есть что нужно там подлечить подлечить естественно те же суставы мои я например я сейчас их оперирую мне придется со спортом завязать потому что восстановление будет долгое восстановление я наверное это все сделаю после спорта приведу в себя порядок потому что не могу же я этот таким я не скажу что я старый в таком возрасте уже как инвалид как как старик ходить вы ощущаете себя молодым человеком или уже человеком иногда бывает что я иногда бывает что как будто у меня до сих пор 21 я вот так себя чувствую бывает такое ощущение но потом понимаешь что ты уже взрослый и мыслишь по-другому уже мама знает обо всех этих травмах мама знает о травмах но не обо всех конечно она знает что там видит когда я там намаз делаю я там полностью не сажусь и потом начинает когда ты оставишь этот спорт нужно оставить они говорят мы тебя не оставим мы тебя поддержим ты там за это не переживай можешь завязывать хоть сегодня ну плечи например у меня тоже чуть проблематичные артроз присутствует поэтому не могу же я жаловаться там родителям что у меня что-то болит слушайте а вот вот это силовая же нагрузка а есть же какие-то массажи есть какие-то растяжки это вы не применяете да это все применяем пробуем но есть определенные там этапы болезни тоже бывает например если это все запущено уже тяжело бывает без хирургического вмешательства восстановить поэтому когда ты в спорте молодой ты там травмы бывает легкая травма ты не обращаешь внимание идешь только вперед пашешь но там то все ухудшается поэтому запускать нельзя себя вот вы говорите мне хорошо там где мои родные близкие они меня поддерживают а как они поддерживают ну как ваша семья например вас поддерживает ну моя семья всегда я знаю я там выиграл проиграл они всегда рады мне они всегда меня встречают меня там как победителя если даже я проиграл но такие вещи они эта встреча после разлуки она всегда проходит как праздник в любую а будни в будни каким образом они вас они помнят о том что вы все-таки спортсмен с мировым именем и надо как-то ваш эмоциональный фон беречь как-то вот или как у всех нет у меня такого не бывает я когда домой прохожу они там не бывает там особого внимания как спортсмену как ко всем детям как ко всем моим братьям такое же отношение бывает и это лучше всего там утром проснулся да мать уже там завтрак все приготовила стол накрыла ты там с радостью бежишь туда как детстве кушал все где вас больше всего узнают в дагестане или каких-то других регионах в дагестане они редкий человек я могу любой ресторан любое такое недорогое заведение зайти перекусить и выйти погулять это не проблема для меня а вот другие республики честно сказать когда выезжаю бывает больше внимания чем в дагестане люди подходят общаются здороваются сфоткаются а что говорят спрашивают когда бой там как здоровье спрашивают чаще всего даже есть мнение что человек в одиночку он меньшего достигает чем человека который трудится в команде вот кто ваша команда кто эти люди во первых команда конечно это тренера мои тренера сейчас находятся в Таиланде потому что я там готовлюсь и там тренируюсь в команду входят не только тренера там ходят и друзья и менеджеры у меня например есть друзья вот Сидул Амир Агаев который всегда рядом он когда я куда-нибудь на бой лечу он когда прилетает все бывает на душе спокойно этот человек из моей команды я знаю когда он рядом есть все облегчается вообще ну то есть это такой близкий друг да очень близкий друг и близкий человек вот тренера которые в Таиланде они американцы я там сейчас готовлюсь потому что мне там удобно здесь находясь здесь я у меня не мне не удается так пахать тренироваться там уделять время только спорту здесь много бытовых и бывает здесь семья здесь родня семья родня там помимо этого бывает что что отвлекает тебя поэтому а вот как семьянин вы обременены семейными какими-то заботами ну там не знаю поехать с супругой закупиться продуктами на месяц ну магазины все рядом поэтому такой такой проблемы не бывает там выйти да естественно там если больницу надо поехать с ребенком я поеду если там нужно там погулять на выходных с ребенком я знаю что я должен уделять время своим детям этому воспитанию их я с ними выхожу там хоть это не так там да часто все бывает но стараюсь все время уделить конечно это нужно Рустам Хабилов сейчас и Рустам Хабилов периоды когда вот вы только начинали только вот вступали может быть в организацию UFC вступали в самом начале карьеры какой Рустам счастливее какого периода жизни было хорошее время конечно все вот то что у нас проходит время то что от нас уходит а когда ты это все вспоминаешь ты думаешь вот хорошее время было его уже не вернуть наверное те времена были наверное тоже хорошие но сейчас тоже не могу жаловаться потому что в то время например у меня не было трое детей я сейчас богатый человек это мое богатство поэтому сейчас тоже хорошее время а те времена просто когда вспоминаешь бывает отличное воспоминание потому что на самом деле то время же не вернешь но были интересные моменты в жизни поэтому те же самые времена студентки когда я например жил на квартире с друзьями очень интересное время было когда там я работал там в кинотеатре каком-то там до охранником тоже интересно свое время по детство когда я там селение жил когда был хозяйство я очень сильно этих животных любил коров барашек за ним их пас за ними ухаживал это все было такое время которое бесценное который опыт который уже не вернешь и чтобы вы пожелали молодежи нынешней и чтобы вы хотели бы исправить в том что вы видите молодежи я я бы посоветовал бы им чтобы они чтобы они чуть доставались горцами современное время конечно хорошее но то что наши предки оставили нам это лучше намного лучше горцы они уважаемые люди сейчас мы все это знаем я еще давно это лет пять-десять назад еще говорил что чем дальше время тебе будет тем горцы будут уважаемые люди потому что они не допускают там себе всяких там поступков ошибок таких до поэтому уважение вокруг должно быть к взрослым всегда подрастающее поколение это мы знаем наше будущее именно таким будет этот мир какими они вырастут эти дети наверное я хотел бы отметить одну вещь вот махачкале езда очень нехорошие обратите внимание пожалуйста на это тоже это особенно молодежи я это говорю потому что я когда ложусь спать у меня окно открыто и ребенок спит и машина проезжает там с такой скоростью такими газами у него там я понимаю выхлоп и все там ты модный но два часа ночи давайте я приеду к вашему окну и буду это самое делать вам понравится это или нет такой совет хочу дать молодежь чтобы они аккуратнее ездили следили за собой если он сам не будет следить за собой никто ему не поможет вы сказали в одном интервью буду еще лучше готовиться а вот как это еще лучше вот вы делаете по максимуму да но вот когда вы сделаете максимум где там еще более больший максимум за этим максимумом нет там там всегда есть что потом делать потому что вот например последний бой я перешел на 77 когда я уже подходил к концу подготовки своей я весил очень мало к этому весу потому что я еще не знал я там пахал все там ну зависом не следил я видел что он падает я думал это нормально но оказалось что в этот период за несколько недель до боя 70 и 77 если когда я сравнил оказалось что я намного меньше чем на 70 когда гонял 77 я был намного меньше чем на 70 и мышцы такие стали сухие худые подсушены потому что таиланде жара надо сейчас за этим уследить и правильно правильное питание сделать что вес не так сильно падал и подойти уже с таким хорошей физикой к этому бою на 77 потому что там чуть покрупнее соперники заранее нельзя сейчас сбрасывать вес вот что-то можно всегда менять лучшие стороны в весе в упражнениях для в тренировках да конечно а в изучении боя противника тоже есть да мы каждый бой изучаем основном стараемся придерживаться того что мы отрабатывали в зале и надо всегда прислушиваться угловых они они лучше видят со стороны что происходит я например всегда их слышу а бывает что человек не слышит бывает конечно может быть да человек когда уже входит в азарт или же он уже настроен там на нокаут он уже не слышит нам подсказки какие идут с угла я там у некоторых например я спрашиваю вот ты слышал то что тебе говорят он говорит нет а я даже там зала когда кто-то кричит даже иногда такое бывает что я слышу один громко кричит в корпус задней ногой бери и я ударил и попал туда четко прошел корпус такой что живой то есть такой профессионал снял зале бы тоже боится оттуда